Добрый день! Боль она не только когда тебя бросила любимая девушка, или наоборот, некая девушка отказывается бросаться в твои объятия. Боль она еще, например, сейчас скажу, например, что. Дело в том, что в последнее время я поднимал какие-то такие, знаете, острые вопросы, которые вызывали волны, полемики, это прекрасно. Но иногда хочется поговорить про бытовые какие-то проявления жизни, например, про мужскую боль. Это футболки, они короткие. Дело в том, что я не знаю, как вы, а я вот веду довольно-таки активный образ жизни, и периодически там повисаю на турниках, и пытаюсь что-то там делать в снегу, в песке и так далее. И когда на улице холодно, то вылезающая из брюк футболочка доставляет тебе массу неприятностей. И надо сказать, что вот укорочение этих футболочек, оно как-то стало замечаться мною в последние годы. То есть, я уже как-то говорил, на самом деле, у меня есть несколько футболов, которые я купил аж в 2004-2005 годах, и ношу их до сих пор. Они вот прямо, вот они вот как бы, ну вообще надо сами заправлять футболку, это моветон, но когда ты чем-то занимаешься, то это самое то. Вот они все как надо. В последнее время ты вот покупаешь что-то, и, ну, во-первых, проблема с маркировками, да, то есть написано L, не верь глазам своим. Иногда написано XL даже, не верь глазам своим. Понятно, что где оно там все производится. Вот буквально свежий случай на фестивале цифровой истории. Пацаны привезли всевозможные такие ватные футболочки с серпами-молотыми Феликсами Едмудовичами и Ленинами. И вот напяливаю я L, а она вот прям, знаете, вот, я не знаю, вот-вот-вот пасих мне. Ну, то есть, мала. И это касается, на самом деле, вот, от частного к общему. Это касается вообще, в принципе, проблемы с одеждой. Мало того, что она стала дико дорогая, то есть, если раньше я, помню, покупал себе штаны рублей так за 600 и думал, что-то как-то, что-то как-то даже можно, ну, на скидках всегда ловил, что-то можно еще скосить. То теперь приходишь и впадаешь в аут. И сновая политика иногда меня вызывает масса вопросов. Например, магазин Спортмастер. Хочется купить себе, допустим, кепочку. Кепочка стоит 1600 рублей. Прямо напротив магазина Остин. Там кепочка стоит 400 рублей. Кепочки, ну, вот, одинаковые абсолютно. Ну, там всякие бирочки отличаются, но, в общем-то, что там кепочка, что сям кепочка. Перчаточки. Опять-таки, в магазине мне продавщица говорит, возьмите перчаточки 150 рублей. Мне потом спасибо скажет. Я сказал, потому что я за такие деньги больше их нигде не нашел. Это не реклама или и не антиреклама. Это просто вот разговор про то, что цены назначаются... Ну, я так хочу, я так вижу. Так, возвращаемся к футболочкам. Проблема в том, что, конечно же, когда ты становишься взрослый, тебе, по идее, надо носить костюмы. Но дело в том, что костюм, он прекрасен, когда ты ведешь такой стационарный образ жизни. То есть, ты вот с работы домой, из дома на работу. А когда ты, например, вот как я, там, в летний сезон болтаешься, вот, между Петербургом и Москвой, а потом еще какие-то города захватываешь, да, и все эти, там, гостиницы и так далее. Ну, футболочку, в конце концов, ты даже сам, если надо, простернешь. А вот с рубашечкой уже сложнее. Рубашечку надо еще, там, потом погладить. Футболочку необязательно. Футболочку повесил, она как-то, знаете, сама так распрямилась. А потом ты ее на себя надел, и она вот уже почти что глаженная. А с рубашечкой так не поступишь. Ну, а костюмчики, они, знаете, у них есть ряд особенностей, на самом деле. Они пачкаются как-то вот заметнее. Опять-таки, вот на этих брючках, на моих, вот на этих вот, что-то там пятнышко какое-то будет. Ну, и как-то, знаете, если оно такое цвета хаки, оно особо-то и незаметно, за что я и люблю. Да, и про брючки, соответственно. Люблю я широкие брючки. Брючки я люблю широкие, потому что, не потому что мне там тесно, нечему мне там быть тесно, а потому что люблю я иногда, опять-таки, совершать, там, когда я в отъезде из Петербурга, всевозможные телодвижения во время занятий на турнике. И в этом смысле очень не хочется с собой переть еще одну пару каких-то спортивных брючек. Я вот как-то удовольствуюсь этим. Вот буквально в октябре мы летали в Париж, и это маленький автопчик, но вот, опять-таки, об этом писал себе ВКонтакте. Про тоталитарную Россию и просвещенную Европу. Маленький штришок такой. Значит, в Москве, если вам захотелось найти вот то, что называется старославянским словом work out, вы пошли и нашли. Вот реально, ну не на каждом углу, но вот через угол буквально, да. То есть, в центре с этим вообще проблем нет. И это очень удобно. На самом деле, я уже выучил несколько площадок и там постоянно занимаюсь. Как-то был я в городе Барселоне и решил найти себе турничок. А был я там, надо сказать, со своим маленьким велосипедиком, с 3D, на котором я умудрился из аэропорта доехать в город, а потом из города в аэропорт обратно. Потому что Европа, она вся вот такая вот. И на этом велосипедике, в принципе, можно всю Барселону проехать взад-вперед, в общем-то, не то чтобы за день, там, ну за полтора часа, там. За полчаса вы проедете весь центр с заезжанием куда угодно. Нет турничков. Вообще нигде. Нашел один-единственный возле этого огурца новоэлевского. Брусев там не было. Турничок был дико неудобный, потому что у него была такая толстая перекладина. Конечно, возможно, эти турнички там стоят на пляже, как обычно. Но хотелось бы как-то еще в городской черте. В городе Парижа то же самое. Озадачился поиском. Набрал в Гугле. Гугл мне выдает одну-единственную точку в центре, возле музея Арсе. Возле музея Арсе что там имеется? Там действительно площадка, там не турники, там такая деревянная конструкция, чтобы детишки ползали по ним с деревянными перекладинами. А рядом уже сам народ запарился и составил, знаете, две таких ограждения, из которых получается брусья. И вот это вот все, что я там нашел. Хотя, на самом деле, в Париже там все бегают, все там на этих скутерах, на великах и так далее. Но вот с этим большая проблема. В Нижнем Новгороде Семен Семенович в самом центре города, вот в парке имени Свердлова или Свердлова, значит, напротив этого их спара, да. То есть два шага от Кремля. Пожалуйста, тебе там и турники, и все что угодно. Постоянно теперь там занимаюсь. В Нижнем Новгороде я там не про какие-то там Москвы уже идет речь. Вот вам, пожалуйста. Короче, и вот для всего этого нужны вот такие вот штанишки. И поэтому я в них хожу, хотя опять-таки понимаю, что надо бы уже опять костюмчик прикупить и так далее. И вот здесь, в следующую часть маркезанского балета, это вообще внешний вид. Рассказываю две истории из своей собственной практики. Значит, первая история, она касается моего опыта работы в глянцевом журнале в городе Москва. Вообще, я до переезда в город Москву, который случился в 2004 году, потом в 2005 году я туда сбежал обратно в Петербург. Я задумывался, а кто покупает вот эти тонны вот этого гламурного говна за адские миллионы. Вот я приехал в Москву и увидел этих прекрасных людей. Когда ты приходишь в магазин, и там, а тогда еще, кстати, надо сказать, вот эта вот расплата по карточке еще вот как-то не была так распространена, как здесь. Про всякие там пейпасы вообще я молчу, это в помине не существовало. Приходит девочка с такой котлетой денег и берет себе каких-то там несколько маечек. Был потрясающий случай. Я делал журнал, которым я работал. Он выходил по «Сия Руси» и периодически туда, со «Сия Руси» съезжались на всевозможные там мастер-классы, тренинги работники и работницы в основном этого журнала. И вот мне рассказывает наша билет-редактор про случай, как одна девочка к другой подошла, оттянула джинсеки, посмотрела, сказала, «Хи-хи-хи, мекс, мекс». Это было ужасно. И что я в итоге сделал? У меня, у папы была такая выдача на работе одежды. Одежда эта выглядела, ну, в принципе, вот Федора Михайловича Достоевского можно было нарядить такую одежду и отправить на каторгу. То есть такая грубая вообще, знаете, как из, я даже не знаю, с чего, такая, воилок вот буквально, штаны и куртка. Выглядело это очень круто. Я взял эту куртку на Ленинградском рынке, как сейчас помню, по-моему, за 150 рублей я купил то, что называется «Прощай молодость». Моя любимая обувь. И, кстати, сейчас собираюсь опять прикупить. Это такие, знаете, на молнии такие, тоже из очень, очень дорогого материала сделанная обувь. Я покупаю обычно еще даже на размер больше, чтобы еще с шерстяным носочком можно было. Но эти такие адские лютые морозы, чтобы ходить в них, очень удобно. И еще такая подробность была потрясающая. Значит, там на правой молнии постоянно расстеглась. Я еще булавочкой так подкалывал, короче. И вот прихожу я, ну в каких-то джинсиках, правда, прихожу я, значит, в этой обувке, вот в этой курточке папиной, значит, к себе в редакцию. Галамур этого журнала. А в то время поперли всевозможные бренды уже такие, ну вот не эти пресловутые всякие Гуччи, Дольчи, Габбаны, Версачи, а вот всякие там бельгийцы, голландцы, бикер, как там, господи, даже красотки были такие. Ну, в общем, понятно, о чем идет речь. Потом они, правда, тоже стали попсой. Но вот тогда это была такая вот альтернативная мода. Я вот такой заявляюсь в этом все, и все смотрят на меня, думают, боже, боже, где ты купил такое шматье? Я говорю, а вот, вот, да, дорого было, но вот надо места знать, видишь, как круто. Поэтому как себя подашь, так оно и будет. И в этой связи еще одна замечательная история уже из моей экскурсионной практики, которую я тоже сейчас продемонстрирую посредством фотографии. Мама моя уехала на юг к сестре, и там застряла. А на дворе уже не май месяц, уже как бы осень, да причем такая, знаете, глубокая осень, уже чуть ли не с морозцами. Она мне телеграфирует, что надо, 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 надо ей одежду прислать. Я, соответственно, конечно, рад, но ехать далеко на Большевиков мне все равно не по пути. И в итоге я понимаю, что да, есть единственный шанс, единственный шанс перед экскурсией моей в Петербурге. Вот у меня есть свободное окно в один час. А потом я еду сразу же оттуда в Москву. И я приезжаю, соответственно, выскакиваю из машины, забегаю к ней домой, хватаю коробку с ее шмотками и возвращаюсь и еду, соответственно, в центр города. Приезжаю к гостиному двору и понимаю, что я свою собственную куртку оставил у нее дома. А на улице, как я уже сказал, не май месяц. Все, что я нашел в машине подходящей, это была мамина куртка. С такими рюшами, знаете, вот такая очень красивая. Она была мне немножко велика. Но я ее надел и пошел водить экскурсию. Самое смешное, что когда под конец я извинился перед публикой и сказал, простите, я вот сегодня в таком виде, то прекрасный гость из Владимира, который потом ездил с нами в город Париж. Она сказала, а я думал, так оно и надо. То есть, в общем-то, в принципе, народ даже это съел. Так вот, опять-таки, была безвыходная ситуация. Пришлось идти в гостиный двор. Единственное, что там было, это магазин Adidas более-менее подходящий. И купить себе куртку за 12 тысяч рублей. Ну, я мог бы купить гораздо дешевле и гораздо лучше. Так вот, проблема-то в чем? Она, в принципе, хорошая. И даже я, когда сделал один выпуск, мне потом писали, а что это за куртка такая? Но! Дело в том, что в некоторых пуховиках есть такая, знаете, штучечка, чтобы тебе вот тут застегнуть, и тут тебе тепленько, тепленько вот. Животик у тебя тепленько и прочее. То есть, тебя туда ничего не задувает. А она, она, конечно, по мне, ну вот она болтается. Я в ней как в большом колоколе. То есть, это, конечно, абибас за 12 тысяч рублей. Но, опять-таки, вот настолько непродумана вот эта подробность, маленькая деталь, что ценность этой куртки сводится абсолютно к нулю. И вот это, на самом деле, очень, опять-таки, еще одна большая проблема. Как совместить цену с элементарным тупым удобством. Потому что, еще раз могу сказать, что более теплой обуви, чем это, прощайки, я не видел. Но у них, правда, подошвы неудобные, она скользкая. Увы, ах. Ни в чем бы в другом, на самом деле. Я вот в такие лютые морозы, ну, не знаю, разве что в валенках. Я как-то особо не выживал. А вот в них вот прям вообще шикарно, с огонь и все такое прочее. И вот здесь ты понимаешь, что вот эта индустрия модная. Я не к тому, что сейчас я там вскрою какие-то там вещи. Ну, вот после прошлого выпуска, да, РЧВ и после мистера Биг Бедера. Ну, что там вскрывать? Все и так понятно. Но действительно видишь, что шмате становится хуже, а стоит оно дороже. Я об этом уже говорил один раз, но вот сейчас это просто реально стало серьезной проблемой. То есть у меня дома, я не знаю, 20 футболок, 17 из них, они мне, ну, грубо говоря, по пупок. То есть они чуть-чуть длиннее и так далее. Покупаешь футболки более большие, они у тебя вот тут вот свисают, как это, знаете. Ты в ней как в ночнушке. И как бы, и что делать-то на самом деле? Причем, ну, в Штатах на самом деле маркировка, она действительно соответствует действительности. Там Элька – это Элька. По какому принципу заказывают это шмате наши прекрасные производители в Китае? Ну, мы же понимаем, что за всеми этими названиями, да, английскими, на самом деле, стоят отечественные бренды, которые таким образом себя позиционируют. Ну, а шьется это известно где. И в этой связи точно так же была у меня потрясающая история. Я тоже вещал когда-то в одном месте. Дело в том, что когда у меня совсем не было денег, и было очень холодно в Петербурге, я вместо перчаток носил шерстяные носки. Это, надо сказать, вызывало некоторые эмоции у людей, то есть, им в голову это не могло прийти. Я еще на велосипеде просто тогда ездил зимой, соответственно, ну вот, надеваешь, то есть, у меня была еще система, я надевал сначала простые носки, черные такие, а сверху я надевал уже шерстяные носки. И вот так вот я там бегал по улице, ездил на велосипеде и вообще ходил. И один раз у меня было свидание с девушкой, которая на самом деле в первый раз меня видела, и на нее это произвело, конечно, неизгладимое впечатление. Она в какой-то момент вообще подумала, а надо ли со мной продолжать знакомство. Мы с ней еще пошли на один киносеанс, где я вырубился, хотя я никогда нигде не засыпаю в общественных местах, но там это был арт-хаус, и я выключился и храпел на весь зал. Ну, в общем, я был мастер, мастер, так сказать, галантного преподносения себя. Вот. И последний штрих, который бы я хотел сказать, это опять-таки про внешний мужской вид и про Россию. Значит, в чем Россия? Россия, она в следующем. Связала мне прекрасная экскурсантка Оксана Шарфик замечательный. И вот я стал его носить. Я, в принципе, и до этого такие шарфики носил, но как-то не обращал народное внимание. А тут я его надел, и сразу несколько комментариев, что-то ты выглядишь как пидор. И вот сидишь и думаешь, во-первых, откуда все эти эксперты берутся. Ну, то есть, как бы, для того, чтобы понимать, как выглядит, извините, пидор, нужно немножко разбираться в этом. Я вот, например, не совсем разбираюсь, потому что я знаю, что, выражаясь их языком, пидоры, они разные на самом деле. И некоторые выглядят как абсолютно брутальные мужчины. Никогда в жизни ты не скажешь, что он из этих. И таких на самом деле большинство. А вот эти вот все, которые а-ля-ля, как у нас представляются, они, их очень мало. Это в основном артистическая среда, это там телеящик и так далее и тому подобное. То есть, соответственно, первый вопрос возникает, а откуда ты, мил человек, имеешь такие познания в этом? Второе, это поразительное вот это вот свойство русской души, как вычислять все, что отклоняется от такого общепринятого канона, который засел у него в башке, да, повязал шарфик вот уже какой-то не такой ориентации. А обратная ситуация, значит, снял шарфик, подстригся на лосе, надел спортивный костюм. О, быдло! И ты сидишь и думаешь, может, лучше в пидорах остаться, в конце концов. Там хоть шарфик есть. А то, значит, такое, да, быдло брутальное. И вот в этом вся Россия, на самом деле. Вот, возвращаясь к моей, так сказать, изъезженной пластинке, в этом вся Россия, потому что внешнему виду придается какое-то, ну, я не знаю, ну, просто катастрофическое значение. Не могу не вспомнить свои визиты за океан, да и в Европу в ту же самую, и сказать, что вот там глубоко, вот, насрать. Вот это чувствуется, вот, абсолютно глубоко насрать. Как ты одет? Вот как хочешь, так одевайся, хоть, я не знаю, хоть мешок полиэтиленовый на себя надень, и все скажут, ну, окей, тебе так хорошо, тебе так комфортно. У нас же, как, до сих пор, до сих пор, казалось бы, ну, в Москве, конечно, так не чувствуется, там, там, наоборот, кого только не встретишь. Но, вот, на просторах нашей необъятной родины это ощущается. Потому что нормальный пацан, он должен быть, во-первых, короткостриженным, надев, надеть на себя, он должен нормальную черную куртку, нормальную черную шапку, джинсы у него должны быть тоже определенного, там, и так далее, и тому подобное. Безусловно, безусловно, эта тенденция, она потихонечку сходит на нет, потому что я вспоминаю ситуацию в 20-летней давности, там все было еще жестче. Но, тем не менее, это присутствует. Так вот, заканчивая вот это мой такой сборно-соляночное повествование, где я изложил ряд своих болей, болей, ну, понятно, что это боль, которую мы можем перебороть, хочу сказать вот что, друзья мои. Дело в том, что у меня тут случилась оказия, и я буду 27-го числа в Нижнем Новгороде снимать клип для своего нового проекта, он называется «МС Огонь». Там будет такой сюжетец, где чекисты в образе как раз вот этих вот реальных пацанов будут мочить белогвардейцев в образе хипстеров. И мне на эту тему, соответственно, нужны, ну, вот как в Трампе я собирал, да, массовку из своих зрителей в Петербурге, мне нужны, соответственно, как те, так и другие. Больше всего, конечно, хипстеры, потому что с ними сложнее. Нужно прийти просто, ну, в готовом виде, да. Ну, и первая категория тоже приветствуется, потому что в идеале имеете свой собственный спортивный костюм. Поэтому, если у вас будет возможность, и самое главное, если у вас будет желание в Нижнем Новгороде поучаствовать в этом адском трэше, то напишите мне, пожалуйста, в ВК или на электронный адрес, который я укажу внизу, вот там в ссылочке, и, соответственно, я вам вышлю все подробности. А на выходных, соответственно, в субботу у нас будет лекция в Москве князь Сусимский, я не смогу рассказать про князя Хадынского, я провел эту лекцию в Петербурге и понял, что впихнуть невпихуемо невозможно. И я постараюсь ее записать там в Москве про великого князя Алексея Александровича, про которого мне в Петербурге задали вопрос, а что-то хорошее он вообще сделал в своей жизни? Вот, а, соответственно, в Петербурге в воскресенье будет лекция эсеры в Петербурге, адреса, имена и даты. Еще, дорогие друзья, напоминаю, что 25 марта мы едем в Париж, вторая группа, но там только мои услуги будут стоить 20 тысяч рублей. Есть возможность поехать в Петербург на три дня, увидеть все то, о чем я рассказываю в своей лекции про древолюционный терроризм, а также в серии «Романова без соплей». Я подготовил специальную экскурсионную программу, и это будет стоить 20 тысяч рублей, включая все – проживание и питание. Ну и меня, естественно, вы точно так же получаете. Будем гулять короткими перебежками, заходить в микроавтобус, передвигаться к точке, выходить, гулять, заходить обратно, греться и ехать дальше. Предварительные даты – пятница, суббота, воскресенье, 7, 8, 9 февраля. Кому интересно, пишите мне в ВК или на электронный адрес. Ну, в любом случае, следите за анонсами, за событиями и так далее. Одевайтесь как хотите, оставляйте комментарии под этим выпуском. Увидимся, пока. Продолжение следует...